То человек ценит больше жизни, только свободу. Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Дорогу осилит идущий». Тема сегодняшней передачи «Вчера, сегодня, завтра» Основные аспекты отечественного и зарубежного законодательства об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. То, что начато реформирование пенсиарной системы, вся общественность чрезвычайно приветствует. Мы много раз обсуждали эту реформу, только в общественной палате прошло два слушания по поводу этой концепции. Мы обсуждали дважды этот проект, привлекали и правозащитное сообщество, и общественность. И надо сказать, что высказали определенные замечания по корректировке определенных положений. Однако разработчиками наши, так сказать, замечания учтены не были. Концепция предполагает реализовать целый комплекс вопросов и проблем, которые накопились в системе. Основной подход, который предполагает реализоваться, это сокращение тюремного населения, что очень радует и что очень правильно. Расширение судебной практики по вынесению решений об уголовной ответственности в сторону альтернативных мер наказаний, не связанных с изоляцией от общества. А также коренное изменение условий содержания осужденных в местах лишения свободы, дифференциация заключенных. Дифференциация заключенных уже, так сказать, проводится. Большое количество, около 200 тысяч, были переведены в соответствие с нормой в различные колонии. За счет сокращения численности воспитательных колоний, о чем, кстати, мы много раз уже говорили, и что общественность не очень поддерживает, увеличилось количество женских колоний, в которых численность осужденных сегодня превышает установленные лимиты содержания. В пяти воспитательных колоний – Олексинской, Биробиджанской, Брянской, Каннской и Можайской – проводится эксперимент по перепрофилированию их воспитательной центры. Это очень хорошо и должны быть очень такие интересные центры. Данные учреждения всегда были на хорошем счету, но уже в этом году, в трех из них – Олексинской, Биробиджанской и Можайской – произошли определенные происшествия, связанные с недовольством действиями администрации. В двух территориальных органах ОФСИН – Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Тверской области – апробируются передачи управления медицинскими частями учреждений Ведни, медицинского управления ОФСИН России. Пока результаты мы еще с вами не знаем, они пока нам непонятны. В 2008 году Государственная Дума приняла закон об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Который пробивал себе дорогу почти 10 лет. Согласно этому закону, во всех регионах России были образованы Общественные наблюдательные комиссии ОНК, члены которых получили право посещать тюрьмы, колонии, отделения внутренних дел, гауптвахты и знакомиться с условиями содержания задержанных и осужденных. В Великобритании их называют тюремные визитеры. Во Франции – посетители тюрем. Российский федеральный закон именует тех, кто контролирует условия содержания в местах принудительного содержания, членами общественных наблюдательных комиссий. Их выбирали по всей России из местных правозащитников и членов неправительственных организаций НПО. Комиссии получились неоднородными по количественному и качественному составу. В тех регионах, где бурная общественная жизнь и много активных правозащитных организаций удалось создать дееспособные ОНК. В Воронежской области налажены очень хорошие контакты. Представьте, поддерживает губернатор, выделил даже помещение под наблюдательную комиссию, приемную проводит, потом автомобиль тоже безвозмездно выделил. Выстроены отношения с теми структурами, которые проверяем. Недавно даже было такое, когда уполномоченный по правам человека Лукин направлял в регионы, где существует психиатрический закрытые учреждения. И вот мы ездили также с уполномоченным по правам человека в Воронежской области смотреть, что происходит в психиатрических закрытых. Ну, конечно, увидели мы жуть. И после этого я написал докладную на губернатора, приняли меры и сразу все устранили. Финансы нашли там и помещение выделили для них и так далее. Мы сейчас увидели очень много в системе, допустим, реформирования. Мы увидели проблемы кучи. Первое, что у нас, как бы все говорят, уже реформа идет, набирает силы. Какая реформа, когда людям деньги не выделяют? Начальники учреждения не знают, что делать. Когда им говорят, что нужно зарабатывать деньги, вот одно из учреждений, я не буду называть, оно в год зарабатывает 7 миллионов чистой прибыли. А им нужно на осуществление, то есть перепрофилирование 1 миллиард. Ну, сколько лет понадобится, чтобы они эти деньги зарабатывали и осуществляли? Поэтому никакой реформы, как таковой, нет ее. А просто идет ротация, просто идет закрытая, закрытая и закрытая. Еще больше закрывают. Поэтому они тоже не знают, что делать и как быть. Вот я имею в виду руководителей, даже территориальные руководители не знают, что делать. Поэтому такая для нас эта проблема. Потому что мы хотим, чтобы улучшения же были все-таки, мы же стоим на этих. Они говорят, а что я сделаю? Говорят, нет у меня денег. Выделили бы деньги, я бы с удовольствием перевел бы на тюремный режим. Сделал бы условия содержания, как положено. Вот они вот, я был в одной из колоний, в учреждении номер один. Современная гуманитарная академия передала им 15 компьютеров. И они теперь сделали, что они, как бы сейчас у них дневники ведут, электронные дневники. И вот, вы поймите, ну что это, разве это так, система, государственная система, она же должна все-таки обеспечена быть деньгами, если мы реформы. Сама реформа очень хорошая, поговорили, мы обсуждали, сама вот именно концепция реформы очень хорошая. А вот она не подтверждена. Эта проблема нас вообще сильно волнует. Но есть регионы, в которых общественная наблюдательная комиссия сталкивается с большими проблемами. В связи с тем, что комиссии, общественная наблюдательная комиссия созданы вот только последние 2-3 года, и нам приходится работать в очень даже экстремальных ситуациях, поскольку республика пережила две войны, и последствия, вот, они, естественно, очень большие. Дело в том, что осужденные в ходе двух военных операций Чеченской республики молодые люди отбывают срок наказания не в пределах республики, и даже не в пределах 300 километров, законом положенные, а в пределах 6 тысяч, 6 и 9 тысяч километров. Это усугубляет и так плохое материальное положение их семей, которые не могут вовремя попасть на свидание, которые не могут собрать посылку ввиду того, что живут в очень крайних таких материальных трудностях, ввиду отсутствия работы, ввиду того, что войной все разрушено. И к нам очень много бывает обращений именно по поводу того, что в местах принудительного содержания идут нарушения прав осужденных по национальному конфессиональному признаку. С чем это связываю я, как действующий правозащитник, в первую очередь? Да с тем, что люди, которые воевали на разных сторонах в Чеченской республике, то есть федеральные войска и те же люди, которые с другой стороны противостояли этой ситуации, они сейчас оказались опять сведены вместе. То есть многие военнослужащие, когда вернулись на родину, поустраивались работать в тех же исправительных учреждениях. И, естественно, это противостояние, оно продолжает место быть уже там дальше. Во что это выливается? Это выливаются очень такие злостные нарушения прав человека. Когда сотрудники колонии могут избить, унизить или наложить взыскание на человека, который находится в полной их власти, это, конечно, не делает им никакой чести. Но, тем не менее, это происходит, и это происходит массово, это происходит ежедневно. И мое время, и рабочее, и, честно говоря, и даже после рабочего времени, очень много убивает вот разборки, скажем так, если выражаясь их языком, именно этих заявлений, этих моментов. Вот самая большая такая отличительная черта нашей комиссии, я считаю, именно в этом. Довольно быстро общественные инспекторы столкнулись с противодействием со стороны представителей силовых ведомств. Оказалось, что сотрудники МВД и Федеральной службы исполнения наказаний ФСИН толкуют закон не совсем так, как общественники. Проблемы есть, конечно. В первую очередь, проблема заключается в взаимоотношениях со ФСИНом. Очевидно, это объясняется двумя явлениями. Ну, во-первых, ФСИН обладает наибольшим объектами нашего контроля, поэтому чаще всего именно с ним мы и контактируем. И, во-вторых, мы реже посещаем изоляторы временного содержания. Я еще также это объясню тем, что традиционно это закрытая система была. И традиционно отношение было опасливое, настороженное, закрытое. И поэтому я сейчас вижу во взаимоотношениях с нами такую некоторую настороженность и подозрительность, которая проявляется непосредственно со стороны сотрудников, членов МВНК. Это проявляется также и в заявлениях общественного совета, непосредственно в СИН. И, ну, тенденциозность видна. Кроме того, вот сегодняшнее заседание было посвящено роли общественной наблюдательной комиссии в реформировании. Отличнейшая идея реформирования уголовной исполнительной системы. Однако здесь надо помнить ту прописную истину, которую я готов отстаивать, что любое реформирование осуществляется руками конкретных сотрудников. Ну и любая благая идея, она все-таки руками осуществляется тех сотрудников, которые работают непосредственно с осужденными. К сожалению, сегодня проблемы в числе и вторых можно назвать низкий правовой статус. Это социальная незащищенность, неперспективность работы в уголовной исполнительной системе приводит к тому, что сами сотрудники, которые должны, по идее, являться инженером и душ человеческих, вряд ли они сами обладают теми критериями, которые необходимо формировать. Ну и как преподаватель юридических вузов, я отмечаю крайне низкий уровень правовой культуры самих сотрудников. Это не только сами инспекторский состав, это и руководители подразделений, в том числе и сотрудники управления. На сегодняшний день возникают проблемы такие, ознакомление с медицинскими документами, при наличии даже письменного согласия. И сегодня говорили о том, что партнерство может быть, либо взаимодействие, либо через партнерство, либо через конфликт. По закону члены ОНК могут общаться с подследственными осужденными только в присутствии сотрудников администрации. Поэтому заключенные почти всегда говорят, что условия содержания их устраивают. Проверить достоверность жалоб осужденных, как правило, очень трудно. Надо обращаться в Генеральную прокуратуру. К сожалению, взаимоотношения построены таким образом, что у нас не получается решать вопросы взаимодействия путем партнерства, а приходится через конфликты. Так были даже предложения непосредственно о создании, ОНК выступал инициатором, о создании рабочей группы, где мы предлагали разрешить какие-то острые вопросы. На это нам в ответ поступают, обращайтесь в прокуратуру, обращайтесь в суд или обращайтесь непосредственно в ОФСИН. То есть на месте контакта у нас не получается. Поэтому, к великому сожалению, приходится обращаться через конфликты решать. Это путем обращения в прокуратуру или в суд. С величайшим сожалению я это констатирую. И еще обозначилась такая тенденция. Казалось бы, я по своей наивности изначально видел прокуратуру своими союзниками. На сегодняшний день я эту наивность развеял. Тут уже некоторые причины этого говорили. Но у меня есть и при мне документы, доказывающие о том, что в возникновении конфликтной ситуации прокуратура выступает защитниками ГУФСИНовцев. И в частности без конкретики. Я скажу обобщенно такие случаи, что мы наделены законом контролирующими функциями. Мы осуществляем контроль. Следовательно, нашим заключением, нашим документом нами со Сталином должно придаваться значение доказательственной какой-то силы. Есть примеры того, что мы пишем в своих заключениях о нарушении. Мы передаем в прокуратуру, как это и требуется по законодательству. Однако прокуратура устанавливает, что этих событий вообще не было. События участниками которых мы непосредственно были. Поэтому получается, что вывод такой очень печальный, я смею делать, о том, что прокуратура стоит на защите все-таки почему-то сотрудников СИН, а не прав и свобод и законности вообще. И возможно, я очень надеюсь, что я ошибаюсь в этом, что появится у меня возможность прийти к выводу о том, что это ошибочное мнение. Но пока у меня таких вот данных нет. Есть данные свидетельствующие об обратном. Тюрьма и зона – часть судьбы и истории многих граждан Российской Федерации. За последние 16 лет в нашей стране судами осуждено свыше 15 миллионов человек. Из них 5 миллионов – к лишению свободы. Число заключенных в России в настоящее время приближается к 900 тысячам человек. К сожалению, сегодня нередки случаи нарушения прав заключенных под стражу, когда условия содержания в изоляторах не соответствуют нормам и требованиям законов Российской Федерации, в частности материально-бытовому и медико-санитарному обеспечению. Наблюдаются факты коррупции и вымогательства денег у родственников осужденных, избиения, издевательства, применения пыток, а также фальсификации оснований для помещения заключенных в карцер. Интересы и законные права заключенных под стражу необходимо учитывать и бороться за них. Эти люди лишены свободы, но не прав правозглашенных Конституцией Российской Федерации и иными юридическими законами и постановлениями. Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний нуждаются в методах контроля, в том числе со стороны гражданского общества. Чтобы в полной мере защитить законные интересы заключенных под стражу и их родных, необходим конструктивный диалог общественников с УФСИН. Ежегодно 10 декабря во всем мире отмечается День прав человека. В этот день, в 1948 году, Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию прав человека. Все люди, включая, безусловно, и заключенных, наделены определенными неотъемлемыми правами, которые зафиксированы в общепризнанных международных правовых актах. 9 декабря в Современной гуманитарной академии прошла видеоконференция на тему права человека в местах принудительного содержания глазами гражданского общества. В видеоконференции принимали участие Мария Валерьевна Каннабих, член Общественной палаты Российской Федерации. Сергей Александрович Попов, депутат Государственной Думы 6-го созыва. Арутюн Гарникович Чабанян, исполняющий обязанности заместителя начальника управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Валерий Владимирович Базунов, заместитель начальника управления Государственной защиты прав человека Аппарата, уполномоченного по правам человека Российской Федерации. Леонид Владимирович Веденов, генерал-майор полиции, заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Федерации. О внесении изменений в закон об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, рассказывает Сергей Александрович Попов, депутат Государственной Думы 6-го созыва. Действительно, буквально в ноябре Государственная Дума 5-го созыва приняла долгожданный закон, который касается значительного количества поправок к нашему базовому основному закону. Над этим проектом закона шла достаточно напряженная большая работа. Хотел бы отметить, что практически все участники здесь присутствующие участвовали и работали очень активно над подготовкой этого проекта закона. Мы отдельно работали с общественной палатой. Очень много замечаний и предложений, которые шли от субъектов Российской Федерации, также рассматривались. Идея вот этих поправок, в первую очередь, вызвана тем, что практика, которая уже накоплена была за предыдущее время, чётко показывала, что есть определённые лагуны, есть определённые моменты, которые надо необходимо поправить и законодательно закрепить. Что я имею в виду? Вот, как бы, базовые вещи, которые для нас были принципиально очень важны. Очень важный момент, новый, который появился, связанный с тем, можно ли, в принципе, и как оказывать финансовую, имущественную и другую поддержку нашим комиссиям. Поскольку первые редакции, как вы помните, они работали только на общественных началах и практически только за счёт пожертвований, за счёт тех общественных структур, которые делегировали представителей общественных объединений в состав общественных наблюдательных комиссий. Вот после многочисленных встреч, консультаций, мы приняли решение, что, по большому счёту, наши все общественные наблюдательные комиссии, хотя они и без права юридического лица, но они осуществляют очень важную социальную функцию. Поэтому, по большому счёту, они могут в определённой степени относиться и попадать под закон об оказании поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям. Но в данном случае нужно было сформулировать, сконструировать новую конструкцию. И такая конструкция в этом законе появилась. Во-первых, появилось именно название, как социально-ориентированные. И, во-вторых, что принципиально очень важно, мы дали право органам государственной власти, субъектов Российской Федерации и органам местного самоправления оказывать такую поддержку. И когда обсуждался даже закон ко второму чтению, мы именно специально прописали, я просто для всех наших коллег более подробно об этом рассказываю, чтобы вы знали, что первоначально был замысел просто оказывать поддержку, а потом мы всё же выделили и написали и финансовую, и имущественную, и информационную, и консультационную, и иные виды поддержки. Мы не можем с вами обязать органы власти государственные, органов субъектов и органов местного самоправления как бы взять эти обязательные полномочия. И мы записали именно в форме права. То есть, с точки зрения того, если есть такие возможности, то такая помощь и может, и должна оказываться. Это сделано для того, чтобы вот мои коллеги справа, из генеральной прокуратуры, и системы прокуратуры не наказывали бы органы власти, если они вдруг будут такую поддержку оказывать, например. А с другой стороны, с учётом возможностей у каждого субъекта, разные возможности, у каждого органа власти местного самоправления тоже разные возможности, тоже нельзя как бы выходить на такой единый уровень. Но то, что такое право сегодня появляется, для нас, мы считаем, это принципиально очень важно. Есть ещё целый ряд позиций, которые мы дополнительно прописали, по просьбе, в первую очередь, общественной палаты и представителей общественных наблюдательных комиссий, которые связаны с ситуацией вокруг ротации. Вот сейчас первая ротация прошла, но по жизни ведь бывает, что человек в силу определённых причин может уйти из общественной наблюдательной комиссии. Как быть? Ждать, когда закончится полностью полномочия и сроки деятельности той или иной общественной наблюдательной комиссии? Или эту ротацию можно провести в середине этого срока? Это вопрос достаточно принципиальный. Он такой жизненный, это вопрос, который иногда влияет на вообще существенные моменты. Допустим, комиссия маленькая, два или три человека ушло, если комиссия пять человек, всё, комиссия недееспособная. Что ж, переждать два года надо, пока полномочия закончатся? Конечно, это неправильно. Поэтому вот сегодня конструкцию, которая предложена была общественной палатой, мы закрепили здесь, что вот такая ротация может осуществляться и в ходе этого срока от имени тех общественных объединений, которые делегировали того или иного представителя в общественную наблюдательную комиссию. Точно так же мы долго спорили по поводу того, какие ограничители по количеству могут быть с точки зрения общественной наблюдательной комиссии. Как помните, в первой редакции закона у нас базовая величина, которая как бы потолок определяет по количеству, это 20 человек. Федеральный закон номер 411 о внесении изменений, Федеральный закон об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и отдельные законодательные акты Российской Федерации был принят Государственной Думой 23 ноября 2011 года. Подписан президентом Российской Федерации 6 декабря 2011 года. С 6 декабря данный закон вступил в силу. Человек не рождается преступником. Основная функция государства – обеспечение комфортного проживания своих граждан. И чем быстрее государство обеспечит человеку достойную жизнь, тем меньше граждан будет попадать в места лишения свободы. Мир велик. И многое опасности грозит человеку. А самая большая из них – это потерять свободу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова